Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Алена Кудряшова. Здравствуйте! Говорим о главных событиях к этому часу. Всю прошедшую ночь во Владимирской области дорожники очищали от снега проезжую часть. Циклон охватил весь регион. Мэрия областной столицы сообщает, что коммунальные службы работают круглосуточно. На уборку последствий непогоды были направлены 44 снегоуборочные машины. Эти кадры сотрудники мэрии сделали сегодня ночью. Техника загружена противогололедными материалами, машины расчищают и обрабатывают дороги. Вручную тротуары убирают более 50 рабочих. Но, по всей видимости, людей не хватает. В 10 утра в центре города нечищенные остановки, а рабочие только приступают к уборке снега. Глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что о проблемных адресах можно писать в комментариях на его страницах в соцсети. Жаловаться можно и на отсутствие транспорта. Владимир Пассажир Транс выпускает транспорт в полном объеме и, собственно говоря, сходу подвижного состава минимальность. А здесь тем, что автобусы новые, троллейбусы тоже частично обновлены. Только другим перевозчикам, обслуживающим маршрутные сети, в основном это, который обслуживает энергетик и спадские вопросы есть. В настоящее время проводится претензионная работа, контроль ежедневный. Количество жалоб на отсутствие автобусов в городе резко увеличилось. Некоторые пассажиры ожидают транспорт на морозе более получаса. И это несмотря на то, что в городе работают 8 перевозчиков, 1 муниципальный и 7 коммерческих. Ситуацию осложняют и многокилометровые пробки. Это видео сегодня сняли жители Доброго, которые с нетерпением ждут открытия дороги дублера Рпенского проезда. Продолжаем выпуск. В Суздале проходит 27-я международная конференция ЛИПКОМ. В этом году она посвящена информационным технологиям и компьютерным системам. В форуме принимают участие эксперты библиотечной отрасли, представители вузов, ученые из России и других стран мира. Подробности далее. В десятый раз Суздаль становится площадкой для проведения международной конференции ЛИПКОМ. Представители научного сообщества приветствовала глава администрации города Алиса Бирюкова. Суздаль, на мой взгляд, является той точкой, которая вдохновляет на самые разные и культурные, и научные, и технические совершения. На форуме обсуждают самые актуальные вопросы развития библиотечной системы. Одна из ключевых тем – использование современных компьютерных технологий. Сегодня это цифровизация. Сегодня это как мы сегодня в условиях санкций работаем с зарубежными ресурсами. Это ведь на самом деле мы работаем. И мы работаем с легальными ресурсами. Мы всегда были и против пиратства, как бы то ни было. Мы находим возможность работать. Участников конференции приветствовал губернатор Александр Авдеев. Глава региона отметил, в Владимирской области есть чем поделиться. Библиотеки региона находятся на высоком технологическом уровне, имеют свои сайты и активно представлены в соцсетях. У читателей есть доступ, в том числе к Национальной электронной библиотеке «Литрес». Год за годом ИЛИПКОМ и экспертное сообщество предлагают различные варианты популяризации чтения, сохранения, цифровизации материалов и так далее. Так появилась программа, допустим, модельной библиотеки. Владимирская область одна из первых вступила в эту программу. И Боголюбов была открыта модельной библиотекой. В области работают уже 20 модельных библиотек. И каждый год открываются 2-3 новые. Что важно, читателям и в селах, и городах доступна правдивая информация. Именно в библиотеке достоверная информация. Сколько информации в цифровом пространстве. И не всегда она является правдивой, а зачастую даже ложной. И именно библиотекарь остановит процесс неправильного внедрения в наших детей. Не той информации, которая должна быть в их голове. Поэтому в этом отношении роль библиотеки остается очень важной. И форум ЛИПКОМ лишний раз об этом говорит. Для библиотекарей важно, чтобы в культурные центры регулярно поступала новая литература. И самое главное, специалисты ищут новые формы работы с читателями. Галина Манушина приезжает на форум каждый год в составе делегации Камешковского района. И каждый год черпает много новой информации. И, конечно, мы эту информацию привозим. Мы обязательно анализируем это на ближайшем семинаре в своем, среди своих библиотекарей обсуждаем это. И отвлекаемся над всю ту новизну, которая возникает после вот этих конференций. Галина Манушина отмечает в Камешковском районе 18 библиотек. Она гордится тем, что ни одна из них не закрыта. Возглавляю 13 лет уже. И как-то мы держимся, и этим очень гордимся, и меняемся, и ремонтируемся. И как-то вот действительно возникает такое ощущение, что библиотекарь – это престижная работа, а библиотека – это престижное место для встречи на всех уровнях. На конференции организованы дискуссионные площадки, проходят мастер-классы и специализированные семинары. На форуме представлена выставка, посвященная современным компьютерным и интернет-технологиям, библиотечным делам, а также электронным ресурсам, оборудованию и образовательным технологиям. Алена Кудряшова, Татьяна Семенова. И к другим темам. В опорном университете региона прошло торжественное событие – День преподавателя высшей школы. От имени Законодательного собрания Владимирской области наставников будущих инженеров, конструкторов и ученых поздравила спикер областного парламента Ольга Хохлова. Этот праздник, День преподавателей высшей школы, он совсем молодой в нашем календаре, в отечественном. И я считаю, что это здорово, что он появился. Как для нас всех, кто прошел обучение, кто уже, может быть, и подзабыл что-то. Но самое главное для тех преподавателей, которые свои знания, душу отдают молодому поколению. Руководство Владимирского госуниверситета чествовало своих сотрудников, которые посвятили жизнь служению науке, исследовательской работе и воспитанию новых поколений ученых. Сейчас целевая подготовка специалистов проходит на 37 базовых кафедрах, а также на предприятиях региона. Образовательная деятельность в ЛГУ охватывает более 60% всех программ высшего образования, реализуемых во Владимирской области. А в Вязниках подвели итоги районного марафона педагогического мастерства. Самый классный, классный. В финал вышли семь учителей. Им нужно было провести открытый урок сразу перед двумя жюри – взрослым и детским. Почетным гостем конкурса стал заместитель председателя законодательного собрания от Вязниковского района Роман Кавинов. Кто стал победителем, знает мой коллега Александр Инин. Входить в школу надо проснувшимся и с хорошим настроением, уверены учителя города Вязники. Чтобы взбодриться, полоса препятствий, проигнорировать ее не удастся ни директору школы, ни даже заместителю председателя ЗАГС собрания. Только кажется, что это кольца на полу на самом деле кочки на болоте. И важно не оступиться. Раз, два, три. Питать, нет? Правильно, конечно. В финал конкурса пронизан творческой атмосферой. Вот и начальник районного управления образования напоминает, школа – это не только математика, физика или химия. Самые приятные воспоминания, самая крепкая дружба, самая первая трепетная любовь начинается именно в учреждении образования. Очень приятно, что сегодня на финальном этапе нашего огромного педагогического марафона мы собрались снова большой аудиторией. Екатерина Тихонова – учитель русского языка и литературы, но сегодня преподает урок о важном. Неожиданно мне попалась на глазам вот эта картина, которая тронула меня до глубины души. Большая семья под одним лоскутным одеялом. И не беда, что течет крыша, а вместо одной ножки кровати – подпорка из кирпичей. Задача учителя – чтобы дети прониклись именно нравственным составляющим семьи, и материальным, а именно духовным. Важнее всего взаимопонимание в семье. Тогда все трудности преодолимы, делают вывод ребята. Урок они усвоили. Я поняла то, что семья строится на таких важных чувствах, которые затронула Екатерина Александровна. Уважение, любовь, взаимопонимание, терпимость. И то, что без этого, собственно, самой семьи не будет. Почетный гость конкурса Роман Кавинов. Заместитель председателя ЗАГСа Брания учился в школе, где проходил финал. И хорошо помнит свою классную руководительницу. Наша Елена Михайловна пришла молодой выпускницей Владимирского тогда педагогического института. И вот в четвертом классе, когда мы к ней пришли, она вот набрала, ну, тут ей достался класс, и вот она его довела там, ну, в последующем до 11 класса. Ну, вот до сих пор общаемся, до сих пор встречаемся. Победителем районного конкурса классных руководителей стала Светлана Сидорова, учитель Степанцевской средней школы. А Екатерина Тихонова из школы номер два стала лучшей, по мнению детского жюри. Александр Инин и Артем Михалюта. В Доме культуры в микрорайоне Шапилева частично обрушился потолок. Из-за коммунального ЧП занятия в кружках приостановлены. Допуск в ДК ограничен, чтобы не допустить несчастных случаев. ЧП из-за ветхости здания здесь уже происходили. Как сообщили во Владимирской мэрии, заключен контракт на ремонт потолка. Работы подрядчик должен выполнить до середины декабря. Жители микрорайона не раз обращались к властям с просьбой отремонтировать ветхое здание, которому уже более ста лет. Или построить новый дом культуры. Сейчас под большим вопросом, будут ли в Шапилево проходить новогодние елки. В Суздальской усадьбе Марии с Кусницы прошел спектакль «Детские лисьи проделки». Проект театра «Сказка творит чудеса» в этом году взял областной грант в направлении укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Конкурс проводился при финансовой поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. Посмотреть спектакль приехали ученики Владимирской православной гимназии. Представление началось еще на пороге театра. Детей встретили сказочные герои. В интерактивной программе они пели песни, танцевали и водили хоровод. Организаторы проекта все продумали до мелочей, чтобы маленькие зрители сразу попадали в волшебный мир сказки. «Программа выстроена так насыщенно, что зритель просто не успевает выдохнуть, расслабиться, отвлечься. Мы постоянно меняем, как сказать, не жанр, а точки внимания. Так что зритель просто переключает внимание с одной точки на другую, с одного объекта на другой, с одного актера. То есть не успевает выдохнуть, расслабиться, и держим напряжение от начала и до конца. И получается полтора часа, как одна секунда». В рамках областного гранта планируется 10 выступлений лисьей проделки, восьмая по счету постановка. Так как это грантовый проект, дети могут посещать сказочные спектакли бесплатно. Также театр организовывает ин-транспорт до самой усадьбы Марии-Искусницы. Грант в размере 800 тысяч рублей Суздальская труппа потратила и на развитие проекта. Уже закуплено новое оборудование. Автор проекта Ксения Варнавская также планирует запустить сайт усадьбы Марии-Искусницы. По ее словам, это поможет сделать проект более известным. «Потому что мы живем на русской земле, и нам важно нашу культуру русскую возрождать. Меня всегда тянуло к русской культуре. Я и закончила филологический факультет наш. И меня не так интересовала, например, зарубежная литература, как русская. Меня и мама, царство ей небесное, преподавала русский народный танец. То есть у меня вот это вот, видимо, в крови моей всегда было. Мне всегда было это интересно». И к другим новостям. Музей-заповедник Александровская Слобода продолжает обновлять выставочные проекты. Эта работа посвящена 500 десятилетию города и Александровского Кремля. На этот раз экспозицию показали в Коврове. Она посвящена барановским ситцам. Выставка площадью 103 квадратных метра рассказывает о производстве знаменитых тканей, которые выпускались в мануфактуре купцов барановых. Первый зал посвящен второй половине 19-го столетия. Это время можно назвать золотым веком барановских ситцев. «Барановские ситцы имели феноменальную популярность в конце 19-го – начале 20-го века. Их знали не только во всей России. Их можно было встретить и в Азии, и в Европе, и даже в Америке. А в 1889 году барановские ситцы на выставке в Париже, всемирной выставке, получили гран-при и официальное мировое признание. Конечно же, барановские ситцы – это наше национальное наследие, наш национальный бренд. И наш музей обладает одной из самых больших в России коллекцией этих замечательных тканей». Во втором зале представлены образцы советского текстиля 20-го века, а также авангардные работы современных художников, которые черпали вдохновение в знаменитые ситцевые коллекции. Всего на выставке около 200 экспонатов. В Ковровском историко-мемориальном музее их можно увидеть до середины января. «Это великолепные платки, ситцы, краки, народную женскую одежду, великолепные изделия, даже, сказать, их художественные арт-объекты. Музейное собрание таких уникальных ситцев насчитывает более 2000 предметов. И это, естественно, заслуга нашего бессменного директора Аллы Сергеевны Петрухну и наших коллег, которые спасли эту коллекцию от забвения». На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый вечерний выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19 часов. Не пропустите.